продолжаем цикл бесед нашей большой темы технологии избирательной кампании путь к победе сегодня мы обсудим достаточно интересную и наверное сложную тему собственно говоря все темы сложные задачи и модели избирательной кампании это наш совместный проект с андреем адревский напоминаю поговорим о задачах по крайней мере когда кто-то идет участвовать избирательную кампанию он должен четко представлять себе какие задачи он должен реализовать будь то партии или кандидат первая задача победить на выборах это самое главное и если вы идете на выборы вы должны ставить себе конечно главную цель победить на парламентских выборах это попасть в парламент и зависимость от ваших возможностей с какими процентами на выборах прямых разного уровня это одержать победу и если вы себе поставили эту цель вы должны четко ее реализовать надо понимать что избирательная кампания это как война то есть там не просто воюют ради того чтобы воевать как там партоз говорил я дерусь потому что дерусь для того чтобы победить вторая цель это получить опыт в избирательных кампаниях если партия новая она еще как бы не имеет не засвечена достаточно и надо засветиться и это касается и кандидатов и вот они идут в избирательную кампанию понимают что победа им не светит но надо чтобы их запомнили чтобы хотя бы зацепить несколько процентов избирателей чтобы те вспомнили а потом а те может быть кто не голосовал за это зря мы за них не голосовали вроде бы хорошие ребята хорошая партия хороший кандидат поэтому когда вы идете вы тоже должны понимать что надо с чем-то ярким выступить чтобы вас заметили это для вас уже перспектива на будущие выборы ну и прямо скажем есть те которые идут просто заработать выполняя роль спойлера то есть не дать победить другому кандидату против которого работает ваш спонсор и отобрать у него часть голосов то есть если он борется с коррупцией вы тоже боретесь с коррупцией если он против бедности вы тоже против бедности если он против нато вы тоже против нато если он за нато вы тоже за нато но такая незавидная роль спойлера ну бывает Я не советую выступать в роли спойлера, но хотя бы со стороны, когда вы наблюдаете, вы должны понимать, кто спойлер, а кто по-настоящему борется. Ну и есть еще четвертый вариант. Вы идете, чтобы засветиться для реализации каких-то своих конкретных задач. То есть не для будущих выборов. У вас есть бизнес хороший, и вы в ходе кампании рассказываете о своем бизнесе, как вы добились успехов и так далее. И кажется, что вы себя пропагандируете, но на самом деле вы пропагандируете свой бизнес, рекламируете свой бизнес. Ну и может быть карьеру сделать. Вот смотрите, вроде бы умный там парень, хорошая партия. Давайте обратим на них внимание, как на кадровый резерв. Ну по-разному это все высвечивается в конечном итоге, но есть как бы такой подход. Задачи кампании. Когда вы вступили в кампанию, вы должны по ходу реализовать некоторые задачи. И вот первая задача, очень важная, очень существенная, это привлечь на свою сторону элиты. Очень важно, чтобы политические, бизнес, интеллектуальные элиты, ученые, продвинувшие специалисты в области медицины, педагоги известные, профессора, директора предприятий, ну и прочее-прочее в этом духе вас поддержали. И на этапе подготовки кампании вы уже должны разработать план работы с элитами. Как их привлечь на свою сторону, чем их привлечь, чем их заинтересовать. Это очень важно, потому что элиты это мощнейшие ресурсы. Мы говорили отдельно о ресурсах. И вот если вы хотите все вот эти ресурсы, интеллектуальные, финансовые, медийные, административные, привлечь на свою сторону, вы должны поработать с элитами. Второе, привлечь на свою сторону профессиональных коммуникаторов. То есть людей, к мнению которых прислушиваются и которые постоянно работают с различными аудиториями. Это журналисты, политологи, социологи. Вот очень важно, чтобы эксперты, чтобы эти люди были вашими. Потому что одно слово эксперта, а вы знаете, я читал программу этой партии, супер программа. Вы знаете, я слушал лидера этой партии, очень интересно он говорит, и очень важные вещи говорит. И как бы не говорит, что надо за вас голосовать. Но люди говорят, а слушай, вот он же уважаемый эксперт, он отметил, значит что-то есть там. И следующая задача, сформировать широкий актив, который будет работать на вас. Это агитаторы различного уровня. Вот это очень большая, сложная работа. Иногда это делается за деньги, иногда как бы по идейным соображениям люди за вас работают. Но какой бы у вас не был подход, эту задачу необходимо решать. Ну и четвертая, наверное, самая важная задача, после решения всех вот этих первых трех, которые я перечислил, это работа с избирателями. Мы будем отдельно касаться этой темы, касания избирателей. И расскажем, хотя уже кое-что мы на эту тему уже говорили, если вы помните. Модели избирательной кампании. Есть множество моделей, и очень важно понять, как выстроить свою избирательную кампанию, как угадать свою модель, которая принесет наибольшего эффекта для вас. Это очень сложно. Безусловно, нужно иметь опыт или опытного консультанта. Но я просто сейчас перечислю, а вы как бы для себя поразмышляете, подумайте. Первое, это рыночная модель. Не хочу обидеть, рыночная модель, ну представьте себе, что вы, ну что тут сказать, такое там мыло, и вас продают. Главная роль не мыло, а того, кто продает, маркетолога. То есть рыночная модель, основанная на том, как маркетолог, политолог составит кампанию. Как он вас будет продавать, как он вас будет рекламировать. Да, вы будете играть определенную роль, но очень важна роль того, кто составит, как проводить вот эту агитационно-пропагандистскую работу. Как вас рекламировать, как доказывать, что вы лучший товар. Это очень важная работа, и вы знаете, иногда вот такого рода кампании бывают очень эффективные. И многие даже выигрывали выборы, основываясь на такого рода кампаниях. Административно-командная модель. Ну есть очень многие, которые считают, слушайте, есть у меня власть, у меня есть ресурс власти. Я его по полной программе использую. Да, это приносит эффект, но не надо преувеличивать значение этого эффекта. А иногда это даже работает со знаком минус, потому что туповатые исполнители начинают так вести кампанию, что вызывают отвращение у людей. И вместо того, чтобы что-то получить, вы со знаком плюс, вы получаете со знаком минус. Организационно-партийная модель или партийно-организационная модель. Это очень важно. То есть, если у вас есть партия, партия должна вести работу постоянно. От выборов до выборов. И партия нарабатывает через своих членов-активистов авторитет. Они знают избирателей. Они работают с избирателями. Они постоянно агитируют за вас. Но для этого надо иметь достаточно сильную партию. Надо иметь организации в каждом регионе, в каждом населенном пункте. Даже иногда доходить до самого маленького села. Это сложно, но вы должны понимать, что компания выигрывается не деньгами, а организациями, организационными ресурсами. Без них очень тяжело выиграть компанию. Ну, за исключением того, когда я говорил через рекламную компанию, когда маркетологи вас продадут, навяжут вас как товар. Это тоже бывает, но не всегда. Да, но вы должны понимать, что все равно при любом подходе у вас организационные ресурсы должны быть и вы их должны задействовать. Конечно, самое важное это комплексная модель, когда вы понемножку со всего возьмете и все используете. Я когда говорю понемножку, это не значит маленькие кусочки. То есть, вы одно, второе, третье. И это мощная, эффективная компания, где задействованы все ресурсы. Безусловно, это может приносить вам значительный успех. Формирование модели поведения избирателей. Вам важно понять, чего ждут от вас избиратели. Как бы проникнуть к ним в мозги. И когда вы себя продаете, вы должны понимать, а какой они товар хотят получить. В чем они в эту минуту нуждаются. Потому что, вы знаете, у людей меняются подходы. Вчера они хотели одного, а завтра другого. И вот вы должны уловить, что в этот момент для них самое важное. И вот тут есть несколько подходов, как оценить это. Есть так называемый наивный подход. Вы исходите с того, что, ну слушай, чего они хотят? Ну, наверное, того, что я хочу. Что моя жена говорит. Что мои ближайшие друзья, коллеги говорят. Ну, все, наверное, этого хотят. Хотя, вы знаете, не всегда это так. У каждого свой круг, свое мировоззрение. Но, в принципе, этот подход может быть. И знаете, когда он работает эффективно? Когда такая революционная ситуация. Вот всем ненавистна эта власть. И вот вы идете против этой власти. То есть, вы угадали стремление многих. Или все хотят бороться с коррупцией. Или все хотят, чтобы было что-то необычное. Там, ну, свободные экономические зоны. Верят, что вот они вытащат страну из пропасти. Ну, тут множество. Можно привести примеров. Особенно это работает в небольших населенных пунктах. Где есть свои проблемы. Ну, там, мусорная свалка. Всем не хочется, чтобы она была рядом с населенным пунктом. И вы уловили вот эту тенденцию. И возглавили борьбу, чтобы ее перенести, уничтожить. Ну, я повторяю, что иногда эти подходы работают, но зависит от ситуации. Программный подход. Ну, это надежда на программу. Вот слушайте, я же написал такую программу. Но люди, когда прочтут, они поймут, что это спасение страны, региона, населенного пункта. Не надо преувеличивать значение. На самом деле, там до 10% читают программу. А иногда и меньше. Но она должна быть. Знаете, такой случай я вам расскажу. Один выступал на телевидении. И въедливый такой ведущий говорит. А какая у вас программа? Вот люди спрашивают. Есть программа? Тот вытащил из портфеля. Такой громадный тон. Программа кандидата. Ну, условно говоря, Пупкина. Вот да, смотрите, какой труд. Закончилась передача ведущих ресурсов. Дайте я представлю. Да, пожалуйста, листайте. Тот открыл, это телефонная книга. Ну, посмеялись они вместе. Но на самом деле это впечатляет. Смотрите, какую он дотошную программу разработал. Но я повторяю, не надо преувеличивать значение программы. Это такой житменский набор. Программа должна быть. И вы должны потрясать. Вот смотрите, какая у меня программа. Но на самом деле люди запомнят несколько ключевых моментов. То есть, образно говоря, ту программу, которую нам нанести, она должна быть на одну страничку. Где два-три самых важных пункта. И вы всю избирательную кампанию о них говорите. Вот это входит в мозги, и люди, вот да, он хочет этого добиться. Но тут очень важно понять, чтобы совпало с тем, что хотят люди. Это должно быть у вас. Аппаратный подход. Это надежда на тех чиновников, которые вам подчиняются или благосклонно к вам относятся. Вы знаете, многие преувеличивают значение этого. Я участвовал, консультировал в одной компании, в одном очень крупном городе. И работал на действующего, очень большого начальника. И он мне говорил, слушай, да я вызову директора, я вызову там главврача, я всем им поставлю задачу. Я говорю, слушайте, ну они же вам все ответят, да, все, как один умрем за дело это. Ну а как вы проверите? Они разбросаны по всему громадному городу. Я имею ввиду люди, которые у них работают. И люди скажут, что да, мы будем голосовать, как вы сказали. А как это проверить? Поэтому, когда я выступал в некоторых коллективах, эти крупные начальники говорили, ты передай нашему большому шефу, что мы все как один. Я говорю, слушайте, ну зачем вы обманываете себя и другим? Вы, может, проголосуете. Почему ваши подчиненные должны голосовать? Да они мне верят. Я говорю, да, верят, но у каждого человека есть что-то свое. А кроме того, ну надо признать, не все любят своих начальников. И могут наоборот, даже если хорошо относились к этому кандидату или к этой партии, сказать, а вот он за них, я буду против них. Поэтому не надо преувеличить значение этого подхода. Есть такой наивно-корпоративный подход. Ну, я педагог, значит, все педагоги должны за меня. Я медик, значит, все медицинские работники должны за меня. Я работаю в системе транспорта, все транспортники за меня. К сожалению, это не так. На самом деле, люди не голосуют по профессиональным принадлежностям. Да, у вас в команде должны быть те, кто могли призывать к своим, как бы, братьям по разуму, к педагогам, к медицинским работникам. Ну, те прислушаются, вот, я врач, и я знаю этого кандидата или эту партию. Вы меня знаете как профессионала своего дела. Ну, давайте вместе поддержим. Но верить в такую корпоративность, что вот только так это будет работать, к сожалению, это не совсем подходит. Хотя, надо, безусловно, работать с разными группами. И с целевыми группами надо работать с адресными группами, прежде всего, которые различные аспекты охватывают. И найти в них свои целевые группы. Социально-экономическая модель. Ну, она очень серьезная, это очень важно. То есть, люди голосуют, исходя из своих социально-экономических потребностей. Вот они видят, что такая проблема, и они считают, что надо поддержать кандидата или партию, которая продвигает эту проблему. Это очень серьезно. Но, в то же время, не надо тоже очень преувеличивать это. Хотя, я считаю, что вот эта модель, она наиболее самая важная. Надо понять, вот потребности людей. Ну, нехватка рабочих рук. Вы знаете, как решить эту проблему. Или, допустим, проблемы в системе образования, здравоохранения. Вы тоже знаете, как решить эту проблему. Поэтому, надо обдумать все вот эти вещи, и они должны быть очень серьезно включены в вашу избирательную кампанию. Ну, есть еще модель идеальный кандидат. Или идеальная партия. Это такая имиджевая модель. Ну, создался образ честного кандидата. И в этой партии собрались честные люди. Или собрались профессионалы самого высокого класса. Вот надо вот это доводить до избирателей и внушить их, что даже если это не так, что это так. Ну, надо серьезно как бы тоже продумать, проработать. Есть идеологическая модель. Но, вы знаете, в последнее время она не работает. Потому что, на самом деле, когда кто-то говорит, мы либералы, и люди с либеральными взглядами нас должны поддержать. У нас люди даже не понимают, очень многие, а что такое либералы и что такое либеральные взгляды. Или мы социал-демократы. Во всем мире социал-демократы играют важную роль. Да, это так. Но мы сейчас говорим о постсоветском пространстве, где люди вообще очень мало понимают, что это такое. Поэтому в идеологическом модели, ну, еще срабатывают коммунисты. Вот где-то помнят, были когда-то у власти коммунисты и вспоминают что-то хорошее, думая, что эти коммунисты такие же. У меня был такой случай на одной передаче. Там шла полемика, и я спросил коммуниста, хорошо, который участвовал, вы коммунисты, но почему вы так обогащаетесь? Почему у вас дома, виллы, дачи, шикарные машины и прочее-прочее в этом духе? У меня ответили, что мы должны быть бедны? Нет, вы не должны быть бедны, вы должны нормально жить. Но, наверное, сначала нужно заботиться о народе, а потом уже хапать, хапать, хапать. Но, к сожалению, многие коммунисты поняли так, что новые времена, надо прежде всего о себе заботиться. Тут не в плане критики коммунистической идеи, это отдельный разговор, а в плане критики отдельных коммунистов. Есть негативная модель, вот она очень часто используется. То есть вы не можете доказать, что вы хороший. Надо доказать, что ваш оппонент полное дерьмо. И лить-лить на этих оппонентов, очень многие используют эту модель. И постоянно, вот смотрите, кто там участвует, да они такие. И начинают перечислять многочисленные беды, при том очень часто врут. Но люди вообще как-то не странно любят слушать негатив. Да, вот смотри, мне за тех нельзя голосовать. А эти смелые такие, критикуют, разоблачают. Ну давайте, может быть, мы за них проголосуем. Но тут важно очень не перегнуть палку. Определение этапов компании. Тут очень кратко. Очень важно то, что практически все очень плохо это делают. Провести на высоком уровне подготовительный этап. То есть еще до выборов далеко. А вы уже начали собирать финансовые ресурсы. Собирать команду. Разрабатывать стратегию. Разрабатывать тактику компании. И вот этот подготовительный период. Он, ну это как урожай. То есть подготовка. Не просто засеять, а подготовка к этому процессу. Это очень важно. Все подготовить и все должно быть готово. Многие пропускают этот этап. Ну этап самой компании, когда мы вступили. Мы много уже говорили. А потом еще будем говорить, особенно про касание избирателей. Это очень важная тема. Мы там, наверное, по каждому касанию будем говорить отдельно. И такой последний момент. Это построение компании. Вообще я рекомендую построить компанию из трех таких циклов. Условно назовем первый цикл. Первый взрыв. Очень многие не делают это. И я просто поражаюсь. Первый взрыв это первые 10 дней компании. Когда все еще там где-то бегают и ищут команду, штабы формируют. А вы вступили и интерес к вам. Какие-то инициативы, какие-то митинги, какие-то пикеты. И все заговорили о вас. Это очень, я повторяю, важно. Потому что остальные пока молчат. Они пока еще там просыпаются. А вы уже в компании участвуете. Потом такая как бы равномерная. Вы проводите какие-то... Но можно с такими колебаниями. Подъем, потом равномерно. Подъем, потом равноверно. Ну подъем это какой-то митинг провели. Какую-то акцию организовали. И последний 10 взрыв. Новый взрыв. Все. Все должны обращать внимание только на вас. Это, кстати, очень интересно. Потому что устают к последним 10 дням компании. Очень многие. Всем уже кажется, а все, мы уже все испробовали. Уже ничего нового не придумаешь. А у вас должны быть свои заготовки. Вы что-то придумали. Ну или консультанты вам посоветовали. И вы снова привлекли к себе внимание. Пожалуйста, обращайте внимание на это. Вообще, компания избирательная, это очень серьезное дело. И надо ее делать, ну, профессионально, умело. Следующая тема, мы поговорим в следующий раз. Реальный и стратегический имидж партии кандидата. Ну, а сегодня мы завершили. Всего хорошего.